Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Встречаюсь с молодым человеком 5 месяцев, и вот что происходит. В периоды, когда мы не видимся 4-5 дней, я начинаю думать о том, что он мне неинтересен как человек. По причине того, что в свои 35 лет его образ жизни видится мне довольно скучным. Он живёт мамой, ничем не интересуется, у него нет никаких увлечений, никуда не ходит, ни с кем не общается, ничего не читает, кроме своего города, нигде никогда не был и не хочется, или никаких нет. Меня ни разу даже никуда не приглашал, кроме как на прогулку в парк. Темы для разговоров в основном исходят от меня, а он в свою очередь может говорить только что-то типа во сколько проснулся, что поел, какая сегодня погода, что по телевизору, в новостях, видео и всё в таком духе. Я понимаю, что это его жизнь, и он вправе жить, как ему хочется, дело не в этом, а вот в чём. В периоде, когда мы не видимся несколько дней, у меня пропадает интерес к нему, мне будто жизнь без него кажется интересной, я даже задумываюсь о расставании. Но всё это мне только увидеться с ним, увидеть его глаза, я будто заново влюбляюсь. В него вижу несколько плюс, и всё это уже кажется неважным, я даже думаю, как я могла поселить мысль о том, что мне нужно с ним расстаться. Даже часто бывает, что мечтаю о ребёнке от него, но периодически ситуация повторяется. Что всё это может значить? Такой вот мы видим здесь вопрос. Я думаю, что чтобы вам на этот вопрос ответить, на мой взгляд, нужно подробнее рассмотреть ваше чувство влюблённости, которое у вас и есть. Дело здесь в том, что ваша тяга, например, к человеку, она связана с, ну такой, знаете, определённой потребностью, если угодно. То есть это потребность, например, вот в семье, это потребность в защищённости какой-то, это потребность в реализованности, да, ну, ну, своей, своей реализованности. То есть вот вам очень хочется, и это нормально, реализоваться, вот. То есть вам хочется чувствовать себя реализованной. Вот вам хочется, например, ну, чувствовать себя, там, к примеру, я не знаю, защищённой, да? Вам хочется, там, к примеру, чувствовать себя важной, нужной и ценной. То есть вот очень важно увидеть здесь то, какие потребности ваши направлены на человека, вот. Потому что, да, интерес, он действительно может отсутствовать. Интереса действительно может и не быть, ну, в принципе, вот, в целом, может не быть интереса. Но у вас могут быть и чувства, у вас могут быть чувства, например, к человеку, ну, вот, конкретно, вот, ну, к мужчине, например, у вас могут быть чувства. И вы можете на самом деле их испытывать, вы можете на самом деле их, эти чувства ощущать. Но вопрос заключается в том, что это вас чувствует. Какие они, эти чувства, что из себя они представляют, да? Вот. И, заметьте, окей, вот я, например, думаю, мечтаю о ребёнке от него. Это означает, что вы готовы стать родителем? Что вы, в принципе, хотите детей? Или это означает, что вы мечтаете именно от него, о ребёнке? И как это, вот, контекстуально выглядит. Понимаете, да? То есть, я думаю, что если мы разграничим ваши потребности и ваши чувства к человеку, да? То есть, ваши собственные потребности и чувства к человеку. Я думаю, что мы сможем увидеть более, скажем так, корректно. Из чего состоит ваш, ну, конфликт. Вот. На этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу.